Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 февраля и вот только что я показывала вам свои сеянцы, которым уже 10 дней от посева, у которых у ботяня уже вылезает листик такой настоящий и говорила, что надо лампу поднимать. И тут же я начала проверять вот эти лотки. Вот видите, оттоптанная кошка это. Начали всходить томаты, оттоптанные кошкой. Тут вот я не стала ее лапу убирать, ничего, потому что никак поправить уже нельзя. Вот так и пусть будут лапки. Но что мне интересно, она оттоптала же 2 лотка, одни скороспелые, которые для раннего урожая. Это вот все в теплицу с подогревом, для раннего урожая все. И одну вот эту высокорослых. Почему-то первые взошли не скороспелки, а именно высокорослики мои. Вот видите, тут русский богатырь, ботяня, пудовик, розовый мед, любимый праздник Вова Путин, чудо земли. Видите, что все элиты отборные. Дилишес. Вот этот рекордсмен из книги рекордов Гиннесса, видите, взошел прям в первую очередь. Все семена свои, абсолютно все. Потом крымский, черный, орлиное сердце. Все просыпается. И я вижу, что кошка потоптаться-то потоптала, но ряды она сильно не сломала. И томатики вылазят стройными рядами. Это был посев 29-го. Это буквально через сколько? 30-е, 31-е, 1-е. Через 3 дня все они повыскакивали у меня. Сеяла сухими семенами, не замачивала. Еще раз повторю, что и полива поверхностного я не делала. Видите, что здесь земля, она вот как была такая распушенная, так и осталась. И тут же я увидела, что у меня взошли и баклажаны. Вот видите, пленочку не сняла, надо было вчера еще снять, и они у меня желтенькие. И перцы лезут. Перцы, посеянные 27-го. То есть перцы все-таки и баклажаны на 5 дней. Ой, через 5 дней вышли, короче, на 2 дня раньше. Но все равно это прекрасный показатель схожести. Эти через 3 дня. Перцы, баклажаны через 5 дней. И кошкины танцы с бубнами на этом лотке не помешали им. Но она тут хорошо повеселилась. Где-то просто, где-то немножко подковыряла таких каких-то траншеек. Но пока что все идет хорошо. И та неприятность, про которую говорили, пусть это будет самая большая неприятность в этом сезоне, действительно она не очень большая оказалась. Помидоры потоптанные, но не сломленные. Лезут все дружные всходы. Все, желаю всем, чтобы не было неприятностей даже вот таких маленьких. Потому что переживаем, расстраиваемся. А мне вот это вот эстетически, когда нарушается вот такое поле. Видите, вот здесь поле такое ровненькое, красивое. Сейчас вот прополку сделаю, сорняки вырву и глаз радует. А вот на эти кошкины следы буду теперь каждый день смотреть и вспоминать. Потому что их не разровняешь, пока все томаты не вылезут, пока ряды четко не обозначатся. Я не смогу прорыхлить и исправить, чтобы было красиво. Я люблю, чтобы и в лотках, и на грядочках было ровненько и красиво. Тогда подойдешь и любуешься. Но вот пока что будем любоваться, как это лунные пейзажи. Какие-то кратеры тут у нас. Все, до свидания.